Здравствуйте! Здравый смысл снова с вами. Мы продолжаем говорить о тех, чьи финансовые интересы являются настоящей причиной ярких событий и громких скандалов. Что происходит в 63-м регионе, где находятся, что теряют герои наших репортажей, вам готовы рассказать журналисты телекомпании Тера и я, Ольга Кардашевская. Сегодня в программе. Ставка на успешных. Президент Владимир Путин призвал машиностроителей самим создавать новую экономическую реальность. И вновь продолжается бой. Каковы шансы самарских коммунистов оспорить новую нарезку округов? Не стареют душой ветераны. Бывший мэр Сызрани и действующий депутат гувернской думы Василий Янин в рубрике «Жизнь в законе». Правительство продолжит поддерживать отрасли отечественной промышленности, оказавшиеся в зоне риска. Об этом президент Владимир Путин заявил на прошедшем в Москве четвертом съезде Союза машиностроителей России. По словам главы государства, ситуация сложная, но есть и положительная динамика. Если в прошлом году индекс производства машины оборудования составил 89% по отношению к 2014-му, то уже в первом квартале текущего он вырос до 105%. Однако бесконечно вливать деньги в экономику только для того, чтобы обеспечить ее выживание, нельзя. Необходимо думать о развитии. О том, какие цели и задачи поставил перед машиностроителями президент репортаж Евгения Курдова. «Экономические санкции, введенные против нашей страны, это надолго, если не навсегда. А значит, нужно учиться жить в новой реальности». Как заявил выступая на четвертом съезде Союза машиностроителей России президент Владимир Путин, антикризисным планом правительства предусмотрено выделение почти 137 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Значительные суммы получат и другие отрасли. Вместе с тем, для того, чтобы не только поддерживать экономику, но и развивать ее, руководство страны намерено менять приоритеты. Уважаемые коллеги, мы делаем ставку на тех, кто намерен добиваться успеха, повышать эффективность, вкладывать средства в техническое обновление, выпускать конкурентноспособную продукцию и завоевывать глобальные рынки. Предприятиям, которые готовы решать такие задачи, будет оказано всестороннее содействие. Механизмы поддержки, как вы знаете, созданы. В сфере машиностроения уже запущен целый ряд проектов с использованием инструментов Фонда развития промышленности. Мы часто критикуем и правительство, и министерство промышленности, но вот этот инструмент работает эффективно. Фонд развития промышленности докапитализирует еще на 20 миллиардов рублей. Летом начнет работу Агентство по технологическому развитию, которое будет оказывать помощь бизнесу приобретение новых патентов, ноу-хау, заключение лицензионных соглашений. Чезвычайно важно сегодня, параллельно с оснащением тем, что мы пока не производим на своей собственной территории, локализовывать производство станкостроения. Это просто фундаментальнейшая задача. Это основа нашего национального технологического суверенитета. Если кто-то этого не понимает, он, значит, ничего не понимает в экономике. Уже в этом году заработает специальная программа поддержки отечественного станкостроения объемом 1 миллиард 200 миллионов рублей. Эту сумму правительство предоставит в виде 5-процентного займа сроком на 7 лет для тех, кто развивает серийное производство и готов вложить в это треть собственных средств. Сегодня уже есть целый ряд предприятий, которые производят современные станки, станки 4-го, 5-го поколения. Вот, кстати, в Коврове на одном из наших предприятий, электромеханическом заводе, выпускается, хотя это, конечно, не наши, это японские станки, но мы взяли у них технологии и на наших предприятиях производим эти современные станки. Несмотря на то, что в Союзе машиностроители в основном представлены крупные компании и корпорации, здесь понимают, что высокотехнологичный продукт должны производить не только они. Зачастую мелким производителям проще перестроить производство или оперативно выпустить небольшие партии изделий. Именно депутаты, представляющие Союзмаш, внесли поправку в закон о федеральной контрактной системе об увеличении с 10 до 15 процентов доли малого и среднего бизнеса в госконтрактах. Мы с нетерпением ждем, когда наш малый и средний бизнес станет полноценным, инновационным и строится в производственной линейке Ростеха, ОАКа, ОСК, повысив нашу конкурентноспособность и эластичность. Мобилизовать наш машиностроительный комплекс, я думаю, вполне возможно. Тем более, что кооперация многих предприятий, она на сегодня не настолько эффективна, как могла бы быть, если бы объединить единой целью и сделать заказы на разные заводы, комплектующие, как и Эрбас. По словам Владимира Путина, практика поиска, продвижения и поддержки талантливой молодежи, которой занимается Союзмаш, это важное направление совместной работы. Именно таким специалистам и предстоит менять отечественное машиностроение. Как подчеркнул президент, кадровый вопрос для российской промышленности по-прежнему остается ключевым. К счастью, в обществе меняется отношение к инженерным специальностям. В 2016 году количество бюджетных мест в технических вузах пришлось увеличить на 38 тысяч. Не стоит забывать о среднем специальном образовании. К 2020 году не менее половины колледжей должны готовить специалистов по самым высоким международным стандартам. Для того, чтобы это реализовать, в том числе необходимо и серьезно модернизировать учебную базу. Президент попросил Миноборнауки и Союзмаш совместно подготовить предложение на этот счет. В целом, рассказал глава государства, он рассматривает машиностроение как один из драйверов отечественной экономики. Отрасы с огромным экспортным потенциалом, которая должна и может стать символом национального успеха технологического лидерства России. Коммунисты не сдаются. Представители регионального отделения КПРФ намерены в Верховном суде добиваться отмены новой нарезки избирательных округов, которая, как они считают, противоречит федеральному закону, требующему соблюдения принципа единства территории, а главное лишает их наработанного электората в преддверии выборов. Каковы шансы красных победить в бюрократической войне, выясняла Елена Кольцу. Коммунистов не устраивает новый принцип нарезки избирательных округов для выборов в Губдумы. На карте видно, по своей форме они теперь напоминают лепестки цветка. На местности это выглядит так. К Самарскому округу присоединили расположенный на другом берегу Волги Рождественно и поселок Курумыч, который вообще находится в 50 километрах от города. В Ставропольский округ включили Шигонский район. Он на другом от Тольятти берегу Куйбышевского водохранилища и не имеет с ним транспортного сообщения. Быстро преодолеть такие расстояния можно разве что в голубом вертолете. Таковых депутатам не выдают во всяком случае пока. С учетом принятой новой схемы одномандатных избирательных округов будет затруднительно вести привыборную агитацию и работу с избирателями. Так как часть некоторых одномандатных округов находится на разных берегах водоемов и на большом удалении друг от друга. Ну и просим суд признать постановление Самарской губернанской думы не действующим полностью. Депутат Губдумы Михаил Матвеев, который, как известный сказочный персонаж, часто против. В этот раз с коммунистами полностью солидарен. Он подал в суд аналогичный иск. Возмущен тем, что Октябрьский округ, от которого он дважды избирался депутатом, разделили на несколько частей, раскидав его по разным районам Самары. Для того, чтобы попасть из одной части избирательного округа номер 3 в другую часть избирательного округа номер 3, как здесь уже уважаемый суд сказал, необходимо пересекать территорию, не входящую в избирательный округ. Нет другого способа попасть из одной из части 3 избирательного округа, который находится в Кубышевском районе, в часть 3 избирательного округа, находящегося в Октябрьском районе, как проехать по территории Самарского и Ленинского районов. По мнению экспертов, все эти новшества направлены на то, чтобы после выборов 18 сентября максимально обновить состав областного парламента. Впрочем, сами законотворцы говорят о полном соблюдении норм материального права и об элементарной избирательной математике. К нами не было допущено нарушение ни в части установления границ одномандатных избирательных округов, не граничащих между собой. Что касается наличия естественных преград в виде водоемов, здесь также существует судебная практика, в соответствии с которой само по себе наличие либо отсутствие естественных преград не может свидетельствовать о нарушении прав избирателей и кандидатов. В данном случае мы полагаем, что вопрос не имеет никакого отношения к политике. Это в чистом виде избирательная математика, избирательная география. Самарский областной суд встал на сторону парламента. И не важно, что де-факто округа получились рванами. Да юра они едины. Вот такая вот оптическая иллюзия, которую коммунисты не теряют надежды обжаловать в Верховном суде. Нынешней осенью наряду с региональными пройдут выборы в Госдуму. Больше всего кандидатов традиционно представит партия «Единая Россия». Там конкурс составляет 11 человек на место. Вместе с мандатом и статусом победитель получит официальную зарплату 400 тысяч рублей в месяц. Плюсом ежеквартальные поощрения за хорошую работу от 60 до 80 тысяч рублей. На порядок меньше зарабатывают областные парламентарии. В среднем от 80 до 100 тысяч рублей. И желающих получить кресло в Губдуме тоже немало. Только отправящей партии на праймере заявилось больше 200 человек. Среди тех, кто в этом году будет бороться за место в региональном парламенте, политический тяжеловес. Бывший мэр Сызрани и нынешний депутат Губдумы Василий Янин. Летом ему исполнится 65 лет. А значит, предстоящая выбранная кампания может стать для него последней. Профессиональный политик Василий Янин в рубрике «Жизнь в законе». Василий Янин родился 29 июля 1951 года в Советском Союзе и успел сделать классическую для того времени карьеру из пролетарии в партийные аппаратчики. Его трудовой путь начался после ПТУ с должности слесаря автоколонны. Но уже в 30 лет Янин имел два высших образования и должность замначальника цеха на Сызраньсельмаше. Затем наш герой сосредоточился на партийной работе и порядком преуспел. В 1987 году неожиданно для многих он занял пост первого секретаря Сызранского горкома КПСС. Злопыхатели тут же заговорили, что получить престижную должность Янину помогли родственные связи. Его жена Ирина оказалась двоюродной сестрой супруги, управляющего делами Куйбышевского обкома КПСС, а позже и первого вице-губернатора Самарской области Юрия Лагойда. Когда Лагойда появился в команде Константина Титова, Янин возглавил третий по величине город-губернии, которым руководил больше 12 лет, с 1992 по 2004 год. На всех выборах он получал серьезную поддержку горожан и, как утверждают наблюдатели, никогда не финансировал компании за свой счет. Привлекал спонсоров, среди которых были многие крупные ФПГ, такие как СОК, где Янин позже даже работал вице-президентом по социальной политике. Лихие 90-е наш герой пережил, успешно лавируя между интересами различных финансово-промышленных групп, не забывая про семейный бизнес. Василий Янин – создатель династии. Его сын Валерий, явно не без помощи отца, которого называли Сызранским помещиком, в 97-м возглавил первый местный земельный банк. В 2004-м он погиб в автокатастрофе. Второй сын Виктор, после того, как освоил бизнес пассажирских перевозок в Сызране, пошел по проторенной отцом политической стезе и стал депутатом городской думы от Единой России. Серьезный вес Янин-старший заработал в качестве бессменного депутата Самарской губернской думы. Он был во всех пяти созывах, сочетая законотворческую деятельность с мэрской, вплоть до 2004 года, когда проиграл выборы Виктору Хлыстову. Своему сопернику Янину ступил всего пятнадцать голосов, и говорят, так обиделся, что несколько лет с ним не здоровался. Поговаривают, что поражение стало следствием конфликта с Сызранским олигархом Владимиром Симоновым, который развернул против бывшего товарища настоящую информационную войну. Покинув городскую администрацию, Василий Григорьевич полностью сосредоточился на работе в областном парламенте. И в 2007-м едва не внес раскол во фракцию Единой России в губернской думе, отказавшись самоустраниться от выборов председателя областного парламента. Поддержка экс-губернатора Титова решающей тогда не оказалась, и победил Виктор Сазонов. В этом году Василий Янин намерен снова баллотироваться по Сызранскому одномандатному избирательному округу номер 18. По мнению экспертов, шансы на переизбрание у него довольно высоки. Он в списках ядра, и его по-прежнему поддерживает бывший шеф, а ныне советник губернатора Константин Титов. Аналитики отмечают, что сегодня ностальгия по временам правления Янина в городе весьма сильна, и в прием на депутата традиционно много народа. Никто уже не вспоминает про счеты Янина в бытность мэра. Непостроенные микрорайоны – нереализованный троллейбусный проект. И то, как в 2000 году администрация Сызрани взяла в долг в Международном банке реконструкции и развития 1 миллион и 700 тысяч долларов и до сих пор не может отдать. Условия таковы, что кредит, полученный сроком на 15 лет, досрочно погасить нельзя. Все платежи идут в валюте, которая с тех пор подорожала уже вдвое. Не выплаченной осталась еще треть суммы, кочующей от одного мэра к другому. Несмотря на тесные контакты Янина с олигархами, сам экс-глава томатной столицы России официально сказочным сеньором Помидором так не стал, хотя его семья и владеет долями во множестве предприятий. В прошлом году, судя по декларации, Василий Янин заработал меньше 3,5 миллионов рублей. Его супруга, официально занимающая должность руководителя частного детского садика, заявила больше 4 миллионов 700 тысяч рублей и 11 объектов недвижимости. У Янина только земельный участок плюс квартира, и та в долях с супругой. Уходить на заслуженный отдых Василий Янин не спешит. Он чувствует, что снова может быть востребованным. Оставаясь электоральным центром правобережья, Сызрань становится главной площадкой создаваемого Жигулевского избирательного округа для выборов в Госдуму. Ожидается, что ставку в нем сделают на местных, и поддержка таких тяжеловесов, как Василий Янин, приобретает новое значение. На сегодня все. Выпуски программы «Здравый смысл» вы можете найти на нашем сайте www.trktero.ru Встретимся после майских праздников. И что бы ни случилось, не изменяйте здравому смыслу.